Христос воскрес! Ахбар! Иисус Ахбар! Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Это мы все знаем из священной книги, Святая Библия. Мы пришли сюда, в это место тьмы и мрака, и заблуждений и блуда, Содом и Гоморру, чтобы людям рассказать о Боге. Это самое темное, самое поганое место, наверное, в интернете. Ой, стой, стой. Как зовут Бога? Бога, как зовут? А вы знаете, кто сейчас рулетку изобрел? Да. Кто? О! Не знаете, значит. Мальчишка, 17-летний, двоечник. Он говорит, у меня одни двойки были, Андрей Терновский. А я, говорит, решил думать, что-то надо. Говорит, получилось. Но вначале она не такая была. Условия были, а это все условия нарушаются. И сразу стал миллионером. А почему? Миллионы людей отвлекли от улицы. Не бунтуют, а здесь блудом занимаются, им ни за чего дела нет. Ой, стой, стой. Дед, ты слышишь меня? Да, я слышу вас. Ты можешь нормально говорить? А я вам говорю самым нормальным языком. Погибающим людям. Ты просто говоришь так, ну, не нужно вам много. Значит, у вас стандарт какой-то. А я воспринимаю, какой есть ваш голос. В смысле? Да. Если вы видите беду, вы будете крещать. Здесь развращаются дети. Нормально, можете говорить? Тут не говорить надо, а уже, говорится, вихрь идет, все сметает. Тебе сколько лет? А как ты считаешь? Посмотри на меня. Вот я в поезде. Посмотри, какой. Ни живота, ничего нет. Сколько мне лет? Ну, лет 35, наверное. Надо побольше, маленько. 80. А, ну, похоронился неплохо. Бодро говоришь прям так. Так, если я вам начну рассказывать свою биографию, или вы зайдете на наш сайт, то вы поймете, что в этом возрасте никто не доживает. У меня пять тюрем за плечами. И лагерь. За слово Божие. И 26 лет мучений. Психиатрия довела. Мы говорим о Боге, о вечности. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как против этого можно бунтовать? А за что сидел? Так, что говорите? За что сидел? Слово Божие. 190 прим. Проповедь Евангелия. Да плюс издал еще архипелаг ГУЛАГ. Я издатель. Насчитывал на пленку. Сидел, сидел. За что? Я ответил вам. Вы не слышали? Ничего не понял. Распространение Слова Божие. И кроме того, насчитал еще, я 50 книг насчитал на пленку и распространил по всей стране. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Ну ничего. Брал у репрессивных интервью. Ну, а это было не сегодня. 86-й год. А первый-то раз меня арестовали в 80-м. Еще до советской... Одной статье, что досидел. А вы запомнили, что я сказал вам? Нет. А почему? Потому что непонятно. Для чего. Вы много женщин знали? Ну так. Ну так у них... У таких людей, их называют, я не обижаюсь, я только блудники, у них мозги дырявые, вот памяти совсем нету. А мне 80 лет, и я помню наизусть сотни стихотворений, Библии, содержания книг. Могу цитировать с точностью до одной буквы. Это Бог делает. Ну смотри, вот тебе 80 лет, да? Да. Ты стихи. Мне 16 лет, но я типа сейчас другим увлекаюсь, сейчас другие совсем неинтересны, у нас с тобой разные интересы. А вы не заходили на наш YouTube, на наш канал, зайдите, и вы увидите. Что мы там увидим? А увидите, что такого нигде нет в интернете. Какого? Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И что же там такое? 15200 роликов. Как мы строим православную деревню. Наша миссионерская поездка. 120 тысяч километров. 650 городов позади. Как мы сделали подарок. У меня 38 томов вышло. Библиотеки мира. На 35 миллионов сделали подарки. Этого никто никогда не делал. Ты материшься или вообще? Ты понимаешь? Вы можете сейчас разговаривать, чтобы закончили мы спокойно. Честно говоря, вот ты говоришь, мне сложно понять, что ты говоришь. Ну что я говорю? А у вас кто-то есть там переводчик? Да нет. Пускай слушает. Я на другую тему поговорю. Давай. Я у вас вопрос задам. Скажите, 100, это сказать, на сегодняшний день 21 тысяча селений исчезли, кормилицы России. Почему никто не берет землю, не возрождает? А мы взяли ее и строим деревню с нуля. Получили статус. Школу, дороги, все сами строим. Государство в нас ни копейки не вложило. На другую тему можем поговорить? Давай другую. Нургалеев, министр внутренних дел, говорит, в стране около трех миллионов беспризорных. Почему вы о них не заботитесь, о детях? А мне Господь позволил лагерь образовать. Я 45 лет начальник, рубля государство не дало. все, 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 почему вы этим не занимаетесь? Мы? Да, да. Чем именно? Детьми, которых три миллиона беспризорных в стране, Россия. Мы сами дети. Я вам отвечаю на другую тему. Преступлений много. Что вы работаете? Работаете с преступниками? Мы дети. То есть нигде нет ничего, и поэтому ничего, кроме зависти, не остается. Ты слышишь меня? Я слышу вас, отвечаю на вопросы ваши. Так я же не задавал вопросы. Которые впереди были. Перейти на тему другой вы сказали, я перешел. Во второй теме вас опять нету. Третья тема опять нету. Вы говорите. Давай на мою тему. Давай, избирай сам тему. Вот смотри, на пятую сегодня вовсе уходил, крестики-нолики сделал. Так, что сделал? Крестики-нолики. Крестики-нолики. Ну и что? Да, написал игру. Ну не нужна. А зачем она? Время коротко. И что? Ну и что? И тратить на пустяки какие-то? Это не пустяки, это я обучаюсь. Мне задание дали. Ну дали задание это какому-то малохольному. На пятой стадии аутизма. Зачем вам нужно это? Что именно нужно? Ну крестики-нолики. Ноль это безбожник, а крестик это верующий. То есть он верит во Христа, который распят на кресте. Вот вам разгадка. Какая разгадка? Крестики-нолики, я вам ответил. Так это не загадка. Она загадка, но ничего не значит. А я вам сделал, чтобы плоть появилась. Ноль это миллионы безбожников. Что сказал Иисус Адам и Еве за то, что Ева вкусила яблоко? А он ничего не сказал. Только Адаму сказал, в день, в который ты вкусишь, от дерева с ее смертью умрешь. А когда змей подполз, третья глава бытие говорит об этом. Теперь Адама допрашивает. Он говорит, жена, которой ты дал мне, она соблазнила. А она отвечает, змей соблазнил меня. А что он ей сказал, нету-то этого. Нету. Вообще нету. А змея вообще Бог не допрашивает. Отныне будешь ползать на щеребе. Как Иисус появился у нас в мире? Как он появился вообще на свет? Кто появился? Иисус. Иисус как появился? Вы вопросы как-то ставите, так не ставится. Как узнали об Иисуса? Как есть, так ставим. Ну, так вы можете сказать, когда он обувался здесь, когда купался-то? Не по делу. Нет, как он появился вообще? То есть, учение об Иисусе Христе еще с Ольги началось. Еще бабка Владимира. А уже князь Владимир? Нет, нет, нет. А еще до этого как бы было? Я до этого вам и говорю. Ну, если Русь крестили, как? Как ее крестили? На Крещатике? Я не помню. Но у другой страны они веру приняли. В другой стране. Именно сам Владимир принял веру, религию он принял в другой стране. Принял в Грецию поехал, когда Корсунь завоевывал. А в это время в Басилийске были малые братья. И Анну, Анну, сестру их потребовал, чтобы жениться на ней. Они сказали, за безбольщика не пойдет. И он там принял крещение. Говорят, якобы... Нет, а как Иисус, Иисус как появился? Вот как Иисус появился? Иисус всегда всюду присутствует, а все люди призывают его. Нет, когда он еще был материален. Материален здесь Христос в том виде, как вот пришел. Он был в Иудее, в Самаре. В России в это время он не был. А Духом он был, как Бог. Нет, когда он был на земле, как человек. Как человек в это время он в России не был. Я вам отвечаю, два раза. Не в России, не в России. Как он появился в теле человека? Родился Девы Марии. О чем говорит Евангелие от Матфея? Я же была девственная. Написано, глуп кто дает, говорит, ответ не выслушав. Я вам отвечаю. Это Евангелие от Луки. Пастухи узнали, как было благовещение ей. По-нашему, это 7 апреля благовещение отмечаем. Через 9 месяцев, 7 января, родился Христос. Родился в Яссих Вифлеемских. Так он появился. Для чего Иисус всегда выдвигал свою религию? Он не религию, он жизнь свою отдал. Для того пришел, чтобы спасти. Иисус означает спаситель в переводе с еврейского. Нет, а из-за чего же его решили повесить накрест? Что? Из-за чего его повесили накрест? Распяли его. За что распяли? Обвинение-то было какое? Ну, что он делает бунт против римской власти. А эти говорили, которые, делаешь себя равным Богу. не вложились туда, короче, да? Зачем вы усы сбриваете? Бог дал усы и бороду, а зачем вы усы убрали? А где кушаешь? Там ты... Чтобы то, что мы и кушаем. Да, что у вас другой специальности нет, только кушать, кушать, и есть, как пенсионеры. Ис, 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 ис. Усы-то разве мешают человеку есть? Усы-то... Усы-то... Ну, как Сталин? Как Сталин? Сталин как ел с усами? А Сталин что? Он священник был, что ли? Да нет он. Мы же знаем... Вы мне почему пример приводите Сталина, который убивал мирных жителей? Хорошо. У Фридрих Энгельс почему не брил усы? А он священник был? Не священник? А почему вы, например, приводите тех людей, которые убивали мирных людей, раз выявлять? А он не убивал никого. А Карл Маркс был с бородой, усы были, почему?